Хотите узнать все о Крите из первых рук? Так вы на правильном пути! Мы вам покажем Крит таким, каким его вам не покажет никто! Дамы и господа, всем огромный привет с ночного предпасхального Крита! Мы с Эльвирой и Аленой поднялись на крышу, потому что здесь будет интереснее всего! Без тринадцати, двенадцать ночи, надеюсь слышно литургию, которая идет в прямой трансляции с мобильного телефона Алены Вокруг тишина, просто сумасшедшая тишина, хотя должны уже взрываться петарды в преддверии праздника Необычная Пасха в этом году Вообще необычная Да, причем у всех, да Из всего православного мира О, пошли фейерверки О Пошли фаер-шоу Хоть празднование и перенесли, а все равно народ празднует так, как привык праздновать Ален Салют Где? Со всех сторон стрельба идет Везде салютуют то, чем может, то, чем запасы А мы ничем не запаслись, елки-палки Не подумали вообще Сейчас бы устроили фейерверк О, пошел салют Вот, иди сюда Вижу, вижу, вижу Из оружия тоже стреляют, не только петарды В горах стрельба идет из оружия В городе салютуют фейерверками, а в горах идет стрельба из оружия Там свои фейерверки И никто не может запретить народу праздновать то, что народ привык праздновать годами Веками Никакой коронавирус, никакая полиция И, конечно, по домам сидят Если люди привыкли, они сидят по домам, но празднуют из домов, так как они привыкли И мы тоже празднуем Пусть не в церкви, пусть на крыше Но мы тоже празднуем Все, пусть воскрес Три раза Мне сейчас воскрес потом О, а я уже заждался Думал, ну где же наш салют Это салют уже у нас на пляже, на Агии Апостоле Христос воскресе Воистину воскресе Ну что, пойдем разговляться? А как же Пора уже Идем разговляться Алина говорит, как сектанты По греческим обычаям, хозяйка дома должна поставить крест свечкой, зажженной от благодатного огня Над ходом в дом должна поставить вот такой вот крест Все, теперь можно заходить в дом Все, Марфиза первая зашла Ну как положено, кошка первая заходит Христос воскресе Сегодня Пасха И сегодня я взялся сделать антикресто Многие, наверное, знают, что это такое антикресто Но, те, кто не знает, скажу Это мясо, приготовленное на огне Именно на огне, на открытом Не на углях И не в печи, а именно на огне То есть должен быть открытый огонь Поэтому оно так и называется Антикресто То есть напротив незакрытого огня Вот так вот Для антикресто Что самое главное? Самое главное должно быть хорошее мясо Желательно жирное Баранина Именно баранина И соль И все И очень важно правильно его разделать Что я делать не умею Поэтому я разделал его по-своему Насадил на шампура по-своему Главный принцип, чтобы это мясо было тонким слоем Чтобы оно хорошо пропеклось на огне И все Вот, то что я пытаюсь сейчас сделать Сейчас я его тонко нанизаю Пойду разжигать огонь Посолю это все Ну вот, я нанизал одну часть Оно так получилось Вот Ну, в принципе, в принципе Вот это еще, наверное, я отрежу И нанизаю отдельно Потому что боюсь, что здесь не пропечется Это уже нормально Вот это можно нанизывать уже как есть Вообще, конечно, горцы это делают очень красиво Они барана фигачат на четыре части Целого барана И у них получается четыре куска Четыре шампура всего Ну, я так делать не умею Это профессионализм, которому Они там учатся с рождения Учатся годами Мы сделаем по-нашему То, что То, что есть, то есть Все, сейчас солю Идем разжигать огонь Да, и соль должна быть обязательно Как говорят, опять же, горцы Должна быть обязательно Крупная соль Почему-то У нас крупной соли нету Поэтому мы солим Опять же тем, что есть То есть мелкой соли А еще, если соль не прилипает Если мясо высохшее И соль не прилипает То мясо можно сбрызнуть Водой или вином Ну, это уже кто как Кто на что горах Огонь я развел Примерно вот так вот это выглядит Самое сложное Это придумать Как вы будете размещать мясо Каждый может придумать по-своему Кто-то ставит на камни На шлакоболки Кто-то забивает трубы просто Кто-то рогатины ставит Ну, в общем, все, что угодно Все, что вы можете придумать Чтобы можно было разместить Шампура Вот так вот То есть они будут размещены Сейчас я только длину отрегулирую О, здесь нормально Вот Надо как-то продумать Чтобы мясо было не вот так вот Не лежа Это не шашлык А именно вот так вот стоят Вот А как это придумать Надо что-то придумать Вот Вот так О И второй кусок Со вторым куском будет сложнее Со вторым будет сложнее Потому что его надо Как-то Как-то вот так вот Надо немножко выше Наверное Или так В принципе В принципе нормально В принципе и так нормально Вот Держится И оно Запекается именно От жара огня Не от жара углей Как это мы обычно привыкли делать А именно От жара огня Поэтому нужно много дров Дрова должны быть постоянные Постоянно должен гореть огонь Что у нас и будет происходить И как говорят Знающие люди Критяне Мясо должно переворачиваться Один раз То есть Примерно полтора часа Печется с одной стороны Или час Смотря какой жар И Некоторые вообще Два с половиной часа Пекут с одной стороны Потом два с половиной часа С другой Ну это Очень длительно Конечно И это наверное Старый баран У нас барашек молодой Поэтому я думаю Час наверное С одной стороны Полтора максимум И потом Один раз только разворачиваем И потом столько же С другой стороны И все Мясо должно быть готово Попробуем Это мое первое Антикристон Не знаю Как оно получится Я думаю Что сырое мы есть Точно не будем Как-нибудь мы его пожарим Как-нибудь получится Антикристон На Крите Готовят только мужчины А корни этого рецепта Прослеживаются еще Со времен Гомера Эта техника Приготовления мяса Использовалась Военными В древние времена Воины Насаживали куски мяса На копья И жарили его Сейчас этот рецепт Очень популярен У критских пастухов Поскольку Не нужна Никакая Кухонная утварь Нужно мясо Соль И огонь После забоя животного Тушка делилась На четыре части Которые Назывались Гулидия Каждый гулидий Идет на отдельный вертел Размещение мяса Напротив огня Можно назвать Одним словом Антикриста Многие ищут связь С антихристом Ее нет Некоторые еще Называют этот способ Готовки Офто Что в принципе Одно и то же Дамы и господа Об этом можно только мечтать Сидя Под мандариновым деревом Жарить мясо В кругу семьи Аленка вот сидит Эльвирка Вон на балконе стоит Диджей Музыку нам сооружает Мясо на подходе Не знаю Откуда мне привычка Пить пиво Когда я жарю шашлык Но это наверное Еще с моего юношества Постоянно Вот когда Когда начинаю Жарить мясо Шашлык Любое с костром Сразу хочется пива Даже когда я спиртное Вообще Ни грамма Не пил Я брал Безалкогольное пиво Когда жарили шашлык Я брал безалкогольное пиво Я все равно пил пиво Блин Вот такая привычка Не знаю Хотя бы баночка Но должна быть А тем более В такой праздник Я не могу себе отказать В баночке мифоса Конечно больше Люблю бутылочное Но Бутылочное сейчас Закрыто в магазине Сейчас только Киоски у нас работают И то хорошо Эльвира Хайдаровна Подтягивается В компанию Хроня пола Хроня пола Это долгих лет В переводе на русский Песня играет Наша молодость Эльвира включила Авторадио С этой песней Салтыкова У меня есть воспоминания Я не знаю Надеюсь слышно В камеру будет И надеюсь Что нас не заблокируют За авторские права Короче с этой песней У меня такие воспоминания Это был 87-й год Я был уже Один год в армии Служил я В Черниговской области В ПГТ Десна Учебка была И мы шли на полигон У меня было такое Радио маленькое В руке Ну чтобы не скучно было ходить 12 километров Надо было идти на полигон И играла вот эта музыка В мороз Градусов наверное Минус 20 Весь наш взвод Идет в этих телогрейках Жарко Невозможно Потому что Все это пешком Играет эта музыка В морозной тишине И весь взвод Белая ночь Опустилась Как облако Вообще Ну вот таким воспоминанием Это было круто Эльвира Хайдаровна Что там у нас на кухне Что у нас с гарниром У нас сегодня Картошка запеченная В духовке Очень вкусная Ароматная И есть у нас еще Салатик мы сделали Картошка уже готова Картошка готова Салатик готов Осталось только Бутербродики сделать С корочкой Которую нам провели Наши Любимые подписчики Осталось только мясо Ждем мясо Ждем мясо Мясо жарится Мясо в процессе Ну процесс Долгий конечно Не быстрый Но оно того стоит Огонь разжег изначально На вот этом кустарнике На этом Кусту олеандра Или кусте Как правильно И сразу не подумал Вообще Что это олеандр Уже начало гореть Думаю за мной Куст этот сожгу Чтоб он не разрастался Чтоб очистить место Подогороджишь А потом Оно уже такое Горит Как Ё-моё Это же олеандр Он же ядовитый Думаю так Потравимся все Нафиг Кстати был такой случай Один критянин Когда турки здесь были Ну мне местные рассказывали Когда турки были Один местный критянин Ну турков позвал Говорит Ребята Идите я вас барашком угощу Зарезал барашка для них И нанизал на вот эти вот Ну вот такие палки Только они от олеандра были И на костре зажарил это мясо К утру этого турецкого отряда не стало Наелись мяска Запили венцом И все Вот такие дела Олеандр очень опасно А вот этот сок который внутри В этом самом Ветка Он Ну очень токсичный Поэтому не шутите С олеандром Процесс идет Процесс жарки идет Уже Жиров капает с мяса Уже начало заумяниваться Сейчас Разжег посильнее То что я говорил Что огонь должен быть Должен гореть постоянно Огонь Должен хорошо гореть Ну тогда мясо хорошо будет жариться А еще дамы и господа В старых дровах Можно найти вот такое вот чудо Чудо называется Скорпиончик И такие маленькие Но от этого От того что они маленькие Они не менее опасные Говорят что Эти маленькие даже более опасны Чем большие черные Живут они в дровах Обычно Под камнями Под корой Под старой Где сухо И комфортно Переворачиваем мясо Потому что с одной стороны Уже красивое оно Как Ильгера говорит Хрустящая корочка Сейчас надо его зафиксировать Вот так Поэтому Поэтому тут мне поможет Электрический инструмент Сидя закручивать не будем Это мне надо О Все Отлично Я думаю Что оно уже готово Вы как думаете По внешнему виду Оно готово На сто пятьдесят процентов Даже Даже не на сто Если будет где-то Кусочек сыроватый Будем дожаривать А что делать Сейчас будем Это мой первый раз Это мое первое Антикресто Сегодня Эльвира дегустатор Ммм А? Оно? Мурля Хе-хе-хе Вкусно Так это я взял Мягкое Это я взял сверху Там где огня вообще не было Огонь был здесь И здесь Давай снимай Если отсюда хорошее Это значит оно везде Уже хорошее Все Все за стол Держи тогда этот кусок Аааа Кусняка Идем за стол Кусняка Скорейшего окончания Карантина Чтоб границы Открылись Чтоб люди Начали путешествовать Отдыхать Купаться в море И наслаждаться Солнышком А мы вас ждем Алена Игоревна Всем здоровья Самое главное Да Оп И шампусика Конечно Друзья мои Я хочу пожелать Чтобы мы прежде всего Оставались людьми И Сами собой Любите ближних И ближние Вас тоже полюбят Как сказал наш Великий Артист И просто Великий человек Я его считаю великим Юрий Никулин Он сказал Сделать счастливым Мир Очень и очень просто Надо сделать Для этого Один человек Должен сделать счастливым Еще одного человека И никому не привести Несчастье И все Тогда Весь мир будет счастлив Постарайтесь Ну что Эльвир Как мясо? Хочу сказать Что он Антикристом Уколось Да Получилось Очень вкусно Так что Будешь делать Добрый с першого разу Теперь же вы С меня не слезете Будешь постоянно Покупать баранину И гнать меня На задний двор Да Ну еще у нас На столе Салатик такой С авокадо Что за салат Эльвир? А суртир Там все подряд? Да То есть Без рецепта Намешало все подряд Да Я вижу авокадо Огурцы Помидоры Кукуруза Зелень Перчик Перчик Да Перчик красненький Зелень Оливковое масло Ну и картошечка Картошка в духовке Кстати Тоже обалденная Вообще Она когда начала запекаться Мясо еще не было готово Алена говорит Эльвира Твоя картошка Пахнет вкуснее Чем мясо Ну уже остыла Маркиза Рядом с нами Тоже Тоже празднует Мурзик Куда-то свалил Маркиза Уже ждет Да Маркизон Маркиза Это моя девочка Там под окном Зага Проталина Ага И все что недолго Владимирский централ Витя северный Этапа в листве Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok